Постановка, да, Лена? Да, я вижу постановку. Отличная. Так, и вот сами работы. Сейчас. Так, графику я видела, ты мне покажи живопись. А какая живопись? Задание было графическое? Графическое, да, но само газам задание не рисовала? Пока нет. Нет, ну это задание, которое в прошлый раз ты дала, вот именно со скидкой этих дровишек. Живые ветки, хорошо. Давай поговорим, что как тут, как ты комментируешь. Уже можно комментировать? Нужно, да. Санечка, здравствуйте. Чуть громче. Мы сделали замечательную исследовательскую работу. И даже нам слова не приходило в голову, чтобы сделать вот такую, да, ботаническую иллюстрацию, зайти графически на каждую ветку и осознать, чем они отличаются друг от друга. как, допустим, сосна, других там вот, веник, береза, груша. Это очень круто. Во-первых, вы сможете через такие рисунки подобрать себе любимое дерево. Знаете, каждому из нас, человеку, художнику, тем более, сопоставимо какое-то количество растений, которое будет как продолжение нас. Вот с кем мы любим обниматься, да, какой цветок нам больше всего подойдет, чтобы его, им трогать свое лицо. Знаете, вот так вот. Каким деревом лучше всего находиться рядом? Какие деревья мы сажаем? И вообще, что мы любим больше из растительной пищи? Груши, да, или какие-нибудь рябиновые, там, рябиновый чай? В общем-то, мы всегда себя проверяем. И вот сейчас вы мне скажите, если вы на связи, из всех веток, которых вы нарисовали, кто является вашим родственником из этих растений? Духовным родственником. Есть, Татьяна, на связи? Таня пишет сосна. А, ты. Да. А Тани нету, да, живьем? Ну, Таня не подключается, видно, нету возможности подключиться и... Хорошо. Вот, вот Таня подключается. Вот, Танюша, привет. Видим, видим, Татьяна. Я себя не... А, все, вижу, да. Здравствуйте, я не ожидала, что я сегодня буду вообще участвовать живьем. Здравствуйте, Танюша. Сказана она, я ее... Она как будто бы удалена из вайбера, поэтому, если у вас есть возможность, перешлите ее, я ее продемонстрирую. Сейчас все сразу не успею, наверное. Ну, ладно, не важно. Я просто хотела вам сказать, дорогие мастера, что мечтаю о дереве, о каком-то глобальном, семейном, великолепном. Дайте мне задание, какое написать? Дерево. Дерево, Титя. Когда вы поднакомились с детками, вы во время рисования должны были понять, у вас рождается что-то внутри вас, да, сердце. Ну, тихая благодать или состояние благодовения и любви, да, когда вы какое-то дерево рисуете, да, или просто эту ветку держите возле лица, да. Теперь проведем такое же действие. Сейчас с деревом закончим. Сейчас. Во-первых, я хочу, чтобы все наши студенты сделали такие упражнения, которые сделала Танечка Безумова, вот, и нарисовали вот такие живые ветки, рисунки. Это очень полезное действие. Вы потом с этими деревьями будете дружить всю твою рисовальческую жизнь. Вот. А пока даю тебе, Танечка, задание такое. Во-первых, я знаю, что ты любишь очень свой род, сделаешь генеалогическое древо своего рода, насколько ты помнишь. я сделала. Я сделала. Сделала. Нарисуй на А1 большое дерево и начни, там возле корней будут бабушки, пишешь имя, да, бабушки или дедушки, возраст и чем занимался, если помнишь, кого помнишь. И начинаем ветки. Бабушки, дедушки, над каждой веткой нового своего человека. Потом тетушки, мамы, папы, потом ты, твои сестры, братья, потом твои дети, потом внуки. И вот так, наверху, на самом дне. Это очень крутое действие. Кто такое вот это наше генеалогическое древо? Это наша сильнейшая поддержка. Мы даже не знаем, как они поддерживают нас. Но мы, художники, являемся светочами этого человека. Светочами. Вот кто-то сказал, по-моему, Йотте сказал, что в конце каждого рода должен родиться самый хороший и гениальный человек. В конце каждого рода. Когда род хочет закончиться, допустим, пошли и девочки пошли, да, фамилия заканчивается, они выходят замуж на другие фамилии, а род заканчивается, да, значит, в конце рода обязательно образуется какой-то гениальный человек. Возможно, это вы. Ну, а может, кто-то еще из вашего рода. Сделайте вот такой рисунок для себя. Пусть у вас в мастерской будет это А1, ваше древо, и вы всегда можете обратиться за помощью к любому вашему родственнику. Вот, знаете, в тонком мире мы все соединены, да, возможно, мы тоже все являемся родственниками друг друга. Ну, вот я вам советую такое сделать, и, конечно же, давайте так сделаем. Теперь вам предстоит делать серию фотографий тех деревьев, к которым мы бы неравнодушны. Серию фотографий. Лучше, чтобы это были вековые деревья. Хорошо? Потом по этой серии фотографий мы будем смотреть, что мы будем делать дальше. После этого, когда вы найдете свое дерево, ну, фотографировав его с разных сторон, да, снизу, сверху, с деревьей, с боку, вы сделаете по фотографии рисунок этого дерева. А потом, потом вы, конечно, с этого рисунка сделаете картину. Да? И нарисуйте свое дерево вашего рода. Вот так пошагово. Хорошо? Хорошо. Всем остальным студентам, пожалуйста, кто видит, что сделала Татьяна, вот эти живые ветки, это как домашнее задание. Сделайте, пожалуйста, ну, штуки 3-4, до 10 рисунков А3 или А4. Да? Очень. Да. Чем хороши вот эти деревья. Павел, все видели, очень хорошие, графика очень хорошая, и вы рисуя, как бы, понимаете разницу, чем отличаются сосна от рябины, там, и еще от чего-то, от другого бежа дерева. Это очень полезная управление. Я помню первые консультации с Татьяной, они были по вопросу розы, да, вы тогда про розу. Таня прошла это, она сделала сначала рубеля, потом она розу сделала графическим образом, то есть она пошла как научный работник, мы с ней так, ну, задумали. И сейчас она этот же принцип, знакомство с растением, тоже пошла через карандаш. Во-первых, еще одно, все студенты купите книгу леонардовскую, толстую, вот эту, знаете, большую А3, ширину толстая, она одна есть. Издательство Ташин. Потом этого, кто там есть еще, Веннерера можно не покупать, но леонардовская книга вам нужна. Там запакованы все ее знают. и вы посмотрите, сколько графических листов он делал с разных растений. Да. Танюш, скажите, что вы хотели сейчас сказать? Я хотела попросить разрешения у Елены нарисовать такое дерево, вот как у вас, одно парад планет называется, а другое древо рода, по-моему, вот что-то из этого, просто лиственное дерево без листвы и цветов, какое вот вы мне порекомендуете? Я прям не могу уже без этого. Танюш, хотите, сделайте по нашему уроку, да, древо знакного рода или дерево любви, там было хорошее, с ленточками, которые, нет, его, по-моему, не было. Короче, любое из деревьев, да, наше, возьмите и попробуйте сделать, но, потом, дальше действуйте, если вам понравится работать с деревом, главным героем вашей картины, вы действуете по вот этим движениям, много фотографий ваших деревьев, да, рисунки с этих фотографий, да, и потом с этих рисунков уже тебе задумываете о, и, возможно, другое композиционное решение, не только с отмысловой предлагаем. Хорошо, Лена, а что можно под деревьями, какой можно стафаж сделать? Вот, скажи, под деревьями. Под деревьями, все, что хотите, все, что... Вплодо того, что даже вот наши друзья из Казахстана сфотографировали в горах под Алма-Азой очень красивые растения, но под деревом может быть, даже разыграть какую-то мизоцену с людьми или с животными. Вот, например, как в этой работе люди. То есть мы взяли героев из игр детей. в своей композиции. Ничего такого как бы нет. Это облегчает вам работу и в то же время придет такую душевность. То есть люди не просто дерево, а вот именно какая-то мизоценна, какая-то интрига, какой-то конфликт может быть. Можно животных использовать. То есть тут уже как бы ваша фантазия и этим ваша работа будет отличаться от работы неверно. Хорошо. А если качелька на ветке с ребенком, это хорошо или не очень? Это перечисление, Тань, будьте аккуратны. Ну, да. Всем болтянем. Просто как бы, да, чтобы это не выглядело такой губочной картинкой. Да, вот эту грань, надо постараться на тонкое, постараться ничего и избежать. Дайте я вам сам подсказку, Данюша. У вас возникает детские фотографии, там, где вы маленькая девочка, да, или ваших детей, может быть. Поставьте маленькую девочку на корнях деревьев, понимаете? Одного человека поставьте, и вам уже будет, да, и пусть она даже выглядит, как будто бы, знаете, переснимочка с фотографией, переснимочка, да, как бы, поставляете фотографические вот такие монохромные прямоугольники, начните действовать по воспоминаниям со своего детства. Хорошо. И вот главное, чтобы дерево туда пустило кого-то. Да, Спрашивайте главного героя. Я поняла. Да? Я поняла. Давайте действуйте, вы молодец. Спасибо. И вот теперь живые ветки будут главным у нас домашним заданием для следующих наших субъектов. Я еще эссе написала. Помните, вы давали задание эссе по поводу дровишек? Да, вы, кстати, не хотите его прочитать? У меня открыто. А я высылала. А вы прочитайте еще. Можете? Сейчас прочитать? Да, Оно грустное. Нет, наверное, это время эфирное занимать. Хорошо, тогда скажите пару слов, что вы чувствовали, когда вы рисовали эту вязанку. Ваши ощущения? Я как раз окунулась в детство в связи с вашим заданием вспомнить, какую роль дровишки играли как раз в нашем детстве, так как я жила в деревянном доме в своем, и так как мы на Урале, я сейчас живу на Урале, поэтому без дров-то куда в зимние морозы? И поэтому, конечно же, мы с ними дружили, мы топили печь, мы топили баню, и все это было самостоятельно, без родителей, с братом это мы все делали, кошка, собака, и мы с братом. И вот этот вот огонь, и ужин на печке, на русской, вот это вот все-таки воспоминания, они настоящие. Таня, еще одно домашнее задание, нарисуйте нам на следующий раз 4-5 рисунков с вашего детства, пусть каляки-маляки, пусть неправильно там, знаете, там по анатомии, там по исполнению человека, главное, чтобы я и Вова заметили там действия, взаимодействия брака, сестры, кошки, собаки, огня, дробь. Можете нарисовать такие маленькие рисуночки, пусть они как детские, оттуда из них упорники, пожалуйста, и могут послужить основой для ваших будущих композиторов. Хорошо. Молодец. Вот это тоже надо, напишу себе, чтобы все студенты писали эссе. А то мы с вами когда разобрали, а другим же хочется тоже это действие знать. Предкартинное. Вы понимаете, что до картины надо подготовить. Надо сначала узнать, что мы хотим миру сказать, да, через нашу картину. Не просто так садиться сразу, у меня голову за пол. Да, Танюша? Благодарю прям сегодня. Благодарю. Танечка, спасибо. Я вам пока звук выключу. Что наши эксперты нам хотят рассказать? Какое у вас настроение, на что вы настроены, над чем вы работаете сейчас? Какие у вас планы на ближайшее время? мы настроены обсудить какие-то работы, может быть, кто-то хочет показать, чтобы было... у нас людей сегодня немного, вот у нас есть Инга Орехова, выходи, что сказать? Да, да, сейчас включу. Добрый день, дорогие мои, я вот как бы что-то очень много у вас покупала, пока была беременна, потом целый год у меня, пока дети росли, сейчас тоже в карантине, я вас очень люблю, я живу в Кишинове, тихо, тихо сейчас, только тихо, и я люблю студию живописи, называется студия Семься по счастью, я все как-то хочу к вам приехать в гости, сделай тише, пожалуйста, я совершенно случайно сейчас зашла на почту, увидела, думаю, зайду, потому что мы ни разу с вами не встречались, и я очень рада, я такая сам себя не готовилась вообще тут дома, сижу, что-то с детьми, поселите, шиповина, вот, уже у меня девочка подросла, моя младше полтора года, я знаю Владимира Кабаченко, мы с ним встречались, у нас на пленаре, он приезжал к нам в Молдавию, вот, и вот с Павлом мы много общались, у вас, ну, просто прекраснейшие люди, вот, честно, я очень благодарна, мне просто не хватает времени в моем интенсивном плане, я уже занимаюсь терапией, иду в уроки, у нас там, если бы мы с махалом, мы даже что-то используем из ваших техник, ну, конечно, так очень, а вот, и нам очень нравится, честно, все летище, пожалуйста, я две минуты поговорю с вами, вот, вот, вот такие вот дела, так что, как-то так, наше знакомство получилось случайно, я все собиралась поехать, но вот так мы познакомились благодаря зуму и карантину, вот, я сейчас плохо слышу вас, чуть-чуть, вы откуда? из Кишинева, из Кишинева, вы когда девочек вырастите, вы приезжайте к нам в гости, и мы с вами как следует познакомимся? Очень мечтаю давно познакомиться с вами поближе, я смотрю ваши уроки, я знаю, какие вы мастера, просто гениальные, в этом. Есть хоть одна картина, которую вы написали в техниках, Владимир? У меня есть, но я сейчас дома, они не дома, они у меня в студии, есть, есть, я покупала уроки, что-то есть, что-то я делаю, есть, есть, надо обязательно вам показать, потому что это ценно, это важно. Я вот, честно говоря, столько много уроков купила, но еще ничего практически мало, чтобы поработало с чем. Ну, так. Если вы брали нас своими учителями, задайте нам какой-то вопрос. Ну, знаете, я вас, вот раз такая возможность появилась, я восхищаюсь вашим энтузиазмом, вашей энергией. Я бы вас спросила, правда, что вас всегда вдохновляет на то, что вот вы делаете, пишете, ну и, конечно же, технические вопросы, но сейчас не будем, про техники, это много есть в уроках, но вот самое интересное, правда, что вас вдохновляет? Нас вдохновляет та природа, которая находится вокруг нас, и нас вдохновляет уходящее время. пишите этот день, а вы его не обозначьте в живописи, вы его забудете, представляете? А он же такой драгоценный, надо обязательно что-то нарисовать, написать эссе маленькое, пока у вас маленькие дети, делайте маленькие работы. В этот день не убежал, сделайте фотографии, или зарисовочек, или маленькую картину возьмите с 30 на 40 напишите, а вот сейчас цветы идут и вручки. Что ты делаешь? Вот, и ты что-то делал. Мы отмираем. А вот живые. Ваша жизнь превратится, знаете, в цепочку такую, красоты, которая вы будете облокачиваться на свои предыдущие картины. Спасибо. Похоже, это в том вид изгновения. Другими словами, то, что Лена хотела сказать. Да, вы все правильно делайте, растите свои цветы вот этих деток, и пока они бегают, делайте с них наброски маленькие. животные. Откройте латрек человека в движении, животного в движении, но вы руку все пропадает звук у меня. маленькие рисунки с ваших бегающих детей. Спасибо большое. Хорошее наставление, благодарю вас. Маленькие вопросы, что дознается бабушкам отбрать детей, пишите маленькие работы, хоть портрет слегка любого, на маленьком холсте, но уже вы начинаете как бы обозначать свою жизнь методом оставления за собой кучи картин, удачных, неудачных, но это ваш фундамент для вашего будущего распитания как хорошего, большого художника. Спасибо вам. Спасибо вам. Я думаю, что мы увидимся, если закончится этот карантин, дети чуть подрастут, я приеду к вам. Давайте в Одессу ждем, в Одессу ждем. Да мы же рядом, я вот уже несколько раз планировала, но в один раз была древна, в второй раз. В общем, мы вас пригласили к нам в студию, как вот лучше чуть-чуть у нас будет, потому что все-таки хочется, я бы с удовольствием буду, но сначала я должна приехать к вам и познакомиться, чтобы меня увидели, я вас тоже. так, я вас целую, кричит уже, так, так, Лену с Владимиром прошу чуть громче говорить, все-таки тиховато вас слышно, если у нас нету кто хочет задать вопрос, давайте мы поговорим о двух проектах, которые у нас планируются, может быть, Елена с Владимиром нам откроют завесу таинственную, и что вас на эти два курса вдохновляет, вдохновило? Нас ждет в мае один проект, о котором мы с Володей давно мечтаем, он называется, дай мне вот что-нибудь оба нахай, сейчас покажем, вот прямо эти волочки, вот они они будут она будет называться это, ну, этот проект будет называться одежда, мы должны уметь одевать наших героев в нашей картине, вот допустим повар, да, как узнать какие аксессуарные и какие допустим одежды и головные уборы и какие обувь какую надо одеть для человека, чтобы он обозначился поваром, куда он вот, или допустим бал шедевров, да, как узнать какую одежду будет одета девушка, которая пришла на бал, да, но она очень-очень стесняется и как бы она не из высшего общества, но хотела попасть на этот бал очень сильно, да, и в ее осанке как бы такая неуверенность некоторая, да, то есть она пришла на бал шедевров, да, но сама она еще не является сильным шедевром, что на нее одеть, или допустим библиотека 19 века, как узнать какую одежду будет одет читатель этой библиотеки, если он туда попадет во время когда там 18-19 век какой у него возраст у этого человека, какая у него профессия и какое у него действие, почему он пришел в эту библиотеку, вы понимаете, что вот смотрите, сзади нас висят обнаженки, да, и то, когда мы рисуем обнаженки, надо вокруг них делать аксессуарность, одежда, некоторых элементов пейзажа, чтобы хоть что-то рассказать об этой девушке, которая возлежит и встречает, допустим, полную луну, да, надо рассказать о ее, как вам сказать, кто она такая, сколько ей лет, почему она в такой позе лежит, да, может, она делает ритуал, да, единение с луной, в общем-то, от одежды, от упаковки очень многое зависит, вот давайте, к примеру, да, или я сейчас сижу в белый воротничок, да, черная коса, да, или я, допустим, сижу в белой коса, а черного мало пиджачка, да, или, допустим, я покажу аксессуары, все, у меня уже другой прикид, или, допустим, я одеваю очки, да, все, у меня сразу же элемент, как вам сказать, солнце, должен быть обязательно в картине, если на мне такие очки, да, допустим, если у меня одежда с аксессуарами и вот такие швейцарские часы, значит, я заявляю о своем, то, что я деловая женщина, то, что я европейка, и то, что я богатая, да, если у меня швейцарские часы, допустим, Владимир, вот сидит, да, ровненько чик Владимир, мы можем о нем говорить сейчас, как о главном герое нашей картины, сейчас он вот в таком прикиде, посмотрите, да, лысый череп, лицо, довольно-таки очень красивое, и много растительности на лице, а вот сейчас смотрите, что с Володей произойдет дальше, вот давайте чуть-чуть меняем ему, прикид, чуть-чуть, да, видно, все, он уже другой человек, допустим, застегиваем, да, и что-то одеваем еще ему, и даем в руки, допустим, вот такую, вот такой вот альбом, да, все, он уже другой человек, понимаете, он уже из рода, сейчас скажу, может, горнолыжники, да, вот что-то такое, мы обязательно важны по местам одежды мочь рассказать о человеке, о его внутреннем стерлении, кто он и что он делает вообще в нашей картине, потому что голый человек, который вышел, они нам ни о чем не скажут, да, вот он просто помылся и все, а дальше он начинает головной убор, да, большое значение имеет головной убор, и вот очень важно не промахнуться в одежде, это наша упаковка, поэтому у нас будет по-моему всем занять, всем в этом порте, которые, в которых мы с вами поймем, какую одежду надо одевать на того или иного человека, какие головные уборы, какую обувь, какие аксессуары, и чтобы они были к месту, потому что мы не хотим опозориться, когда мы будем делать многофигурную композицию и оденем, допустим, в 19 веке оденем на человека, допустим, вот такие очки, все, мы будем смешны, мы будем не верим, да, когда не верим, или дадим, допустим, человеку из 15 века вот такой мобильный телефон, это все будет, это провал полный будет. Это очень полезный курс, это очень полезный курс, потому что аксессуары, которые, наверное, будут поджать наших героев, от этого зависит таинь лига, которая будет присутствовать в композиции, да, то есть мы стремимся к чему? Вершина всего, да, не Сатер Морс, и Саша, текстура, а вот композиция, чтобы вот всю вот эту вот ввести в мизансцену в сценографию какого-то пейзажа или архитектурного пейзажа, конечно, надо научиться людей одевать. То есть мы действуем уже больше как режиссеры, да, мы сценаристы и сценаристы, да, мы программируем, пишем сценарий своей картины, и она становится осмысленной, потому что какие-то случайные композиции, которые не несут глубокого смысла, они будут неинтересными ни вам, ни зрителям. Вот. Поэтому, вот, что вас вдохновляет, вот эту вопрос, и скажем, почему ты сейчас так делаешь? Почему ты так делаешь? Вот, есть такая работка моя еще с 2013 года, вот такая вот морячка, так и называется, морячка. натуры сделала. сделанная с натурой, мы специально арендовали на берегу моря пляж, часть пляжа, в образе девушка там базировала. А если бы она была в куфлайке одета, все? Да. Было бы не то, или в противогазе. Поэтому, чем как бы сложные композиции, сразу браться по ней тяжело, но когда мы вот изучаем, то мы изучаем одежду, как мы одеваем людей, то мы занимаемся тем, что мы рисуем с натуры людей, тренируем игру, движение, движение тоже должно соответствовать тому, кто этот человек. Тогда вот те мысли, которые у вас вам интересны, которые вы хотите привести до зрителя, вам проще будет разговаривать с визуальным языком живых и разговаривать со зрителями. Вот. И вот этот тренинг тоже мне очень понравился. О, кстати, дайте комментарий по поводу вазы. Вчера у нас был вебинар по вот новой технике совершенно, да, более классической. Расскажи свои впечатления. Видите эту вазу. Я вам желаю... Вот мы начали вчера... Мы начали вчера... Чуть-чуть не закончили, надо поработать еще. Эта ваза мне досталась по наследству. Я с ней выросла, с этой вазой. Она 1945 года. Старинная европейская ваза, привезенная из Германии. И вот она, она... Мне досталась по наследству от моей тетушки, да, и вот мы решили ее нарисовать техникой, сейчас я вам скажу, голландских мастеров 16-го, даже не 16-го, а 15-го века, когда все писалось только в письме, когда только зарождалась масляная живопись, только зарождалась масляная живопись, и красящий вот этот пигмент начали братья вантей смешивать с льняным маслом. И получалось, что это масло высыхало и надолго запоминало то, о чем мыслил художник во время этой живописи. И вот мы вчера, не нуя технику Black and Sobs Art Technologies, без русской безвизии, написали кистью колонковой вот такую вазу, еще чуть-чуть позаканчиваем мы ее на красоту, но эта техника, ну как вам сказать, она очень хорошая, но усидчивых художников, у которых очень хорошее здоровье и очень серьезно поставлен подмоночник, потому что мы за 5 часов вчера так встали, я вас благодарила Бога, спасибо, что у нас есть техника Black and Sobs, которой можно было тоже самое сделать намного эффективнее, намного спокойнее, играючи и как бы быстрее, и не устать, так как мы вчера устали, но то, что мы вчера сделали, вот если кто-то хочет эту технику как бы понять, должен этот урок взять, потому что для меня вчера тоже было очень много открытия, как надо действовать только масляной краской и кистью по холсту, и больше ничем, вы понимаете, мы этой кистью разгоняем, этот красочный слой, и мы делаем соединение одной краски с другой, и мы тут же ждем, чтобы та выслухла, чтобы следующий рисунок навьючить, это очень интересно, и возможно оно нам понадобится, когда мы будем действовать по четвертому действию, когда мы подступаемся уже к масляной живородке, к нашей кистью. Ну, хорошее, я вам пожелаю обязательно в вашем интермортном фонде иметь такой драгоценный предмет, который был королевой ваших всех горшков, кофемолок, прожек, тарелок, которые вы покупаете на плашенных рынках, если увидите какую-нибудь интересную красивую базу, которая является просто незыблемой красотой, да, и для журавлики, и для журавлики. Так что обязательно не пожалеете зрения, что ты купите себе такой арт-объект. Возможно, это будет старинный стул, или столик, или вешалка даже, в мастерскую в мастерскую. Я хочу сказать не про эту технику, я хочу сказать, вы понимаете, я надеюсь, что мы работаем не только вот в той технике, которая, как нам кажется, очень эффективна, мы пробуем разные техники, пробуем работать с разных художников, это дает очень хороший результат. То есть мы брали, вы знаете, что есть такие мастер-классы, если что, можете усочнить у Павла, там, где мы брали известных художников и работали в технике Рембрандта, То есть мы делали свою композицию, своих предметов и людей подставляли, но работали, старались понять логику его, его действия на холсте, Рембрандта, других художников, да, то есть те, которые нам нравятся, художники, это настолько обогащает вашу художественную политику, ваш язык художественный, что в дальнейшем вы сможете очень, очень хорошо и легко и просто работать в любой языке. Чем шире ваш диапазон языковый, язык, визуального языка, тем лучше конечно. Да, отличный комментарий, это мы продолжаем отталкиваться от вопросов, которые присылаете нам именно вы, наши студенты, поэтому стараемся все это интерпретировать в более современную такую обучающую программу, чтобы она была полезна всем. Поэтому да, этот курс будет скоро сформирован, курс по одежде, те, кто хотят конечно двигаться дальше по творческой лестнице профессионального живописца, конечно, ему эта информация будет необходима. Вот Елена нам показывает частичку Одессы, наш пляж Лонжерон, Владимир Владимирович. Почему я вам показываю? Потому что у нас будет еще один проект начинаться, который будет называться «Блоксия-2». Вот «Блоксия» это «Черное море». У нас первый проект этот прошел мимо вашего внимания. Мы с Владимиром сами написали этот проект в конце прошлого лета. А теперь я вам показала эту работу для того, чтобы вы поняли, что следующий проект пейзажей морских, которые мягко переходят в композицию, мы будем делать вместе с вами. И все, кто до сих пор не знают технику секретных подмалевков, возможно, будет как бы чуть-чуть трудновато. но если будет идти пошагово за нами, то возможности экспериментировать пошагово за нами в этих пейзажах морских, которых будет 9 штук. Но мы начнем, первый сделаем, второй, третий, что это будут за пейзажи? Это будет морское побережье наше одесское, да? Там, где будет присутствовать небо, море, песок и беленые доски строений пляжных, пляжной архитектуры. Это будет незыблемый пейзаж, допустим, размером 70 на 70, но внутри него обязательно будет происходить какое-то действие, которое будет переворачивать с ног на голову, да, возможность спокойного созерцания этого пейзажа, то есть возможно из песка будет подниматься человек, дальше человек будет призован в пейзаж, или животное, допустим, из песка будет подниматься человек, который будет выглядеть как часть песка, то есть мы будем действовать обязательно в контрасте. Спокойный, красивый морской пейзаж с пляжной архитектурой делается, и с необычным движением человека, который что-то на этом пейзаже делает, то есть бежит девочка большими шагами гигантскими, подпрыгивая, как дельфин прыгает рядом, или водопесочный человек встает, или кто-то пувыркается, вы знаете, что детские игры это очень хороший пример для человека в движении, то есть мы противопоставим спокойный красивый морской пейзаж, который написан будет очень ярко и с вот этими секретными подмалеками, рваные края, возможно, какие-то заезды, каких-то других материалов куда будут. Спокойный морской пейзаж и человек в движении. Ну, по этому поводу не просто человек в движении, мы хотим сделать интригу, для того, чтобы привлечь внимание зрителя, там должно будет происходить что-то парадоксальное. Вот это парадоксальное мы будем по ходу дела импровизировать, вместе с вами будем импровизировать, если у вас будут какие-то идеи, может быть, вы будете вы с с с до сих пор у нас моски пейзажи с тобой были, просто как пейзажи, а теперь мы хотим сделать композиции. В композиции должно быть то, что я сказал, сюжет, какое-то действие, какая-то интрига, интрига или конфликт, конфликт, парадокс какой-то, да, ну, конечно, не будем многофигурную композицию делать, потому что главный герой там будет это небо, море, песни. Вот такая вот идея, что присоединяйтесь. Возможно, мы эту потом идею поведем в Германию на выставку. Да, вот Павел, будучи в Германии еще до карантина и во время карантина, договорился о выставках. Ну, а Европу надо удивлять, конечно же, работами, которые близки к более современному искусству, не просто креалистическому, потому что пересказывание, просто отображение от того, что видишь, это неинтересно. Надо работать на символ, Европа и как бы лапарные страны, они сбалованные современным искусством, и там кого-то удивить просто с пейзажа или композиции очень сложно. Поэтому будем вот что-то применять. вот наш пляж Лонжерон и мальчик, который стоит между этими двумя шарами, и он вписан туда, вписан пейзаж, и он о чем-то мечтает. Называется «Работа все лето в один день». Это наша такая почти самая любимая работа, и, конечно, она скользнула коллекционером очень быстро. А это наш артурчик. Хотя время там отображено дореволюционное. И вот это название, которое взят из рей-а-брэта революционного. Из рей-а-брэта, да. Как бы настремище. Настремище. Кстати, кстати, вот на то, чтобы мы брали пример у тех книг, которые мы читаем. Смотрите, вот такой момент еще. Нас ждет три поворота цветка ириса. Сейчас ирис расцвел везде, да. И мы возьмем наших оптиков, и мы напишем три поворота цветка, как не собственно самого цветка, но его даже с листьями немножко. И возьмем его, во-первых, мы его разрежем, посмотрим, как он выглядит в своем выплевом математическом таком математической красоте, но я вам советую всегда отталкиваться от еще каких-то произведений. в данном случае вы все должны будете прочитать рассказ Германа Теса и сам настолько показано хорошо, он небольшой этот рассказ, настолько показано хорошо, как мальчик заходил внутрь цветка своим воображением и как он откуда черпал свое вдохновение и радость жизни, осознавая вот эти мелочи, теченьки, да, там эти повороты, как лабиринты. И вот если вы заметили, то к каждому из наших уроков мы даем вам что-то посмотреть или какой-то фильм пересмотреть или какой-то рассказ перечитать или допустим посмотреть ход как идут модели дисквайр идут и показывают какие одежды сейчас современные одевают. То есть кутюрье мы тоже берем просмотр или какую-то документалочку обязательно. Паша, есть вопросы еще? Давайте мы спросим. У нас Наталья с видео включена. Может быть есть у вас вопросы? Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут рисую вашу поляну с ландышами. И вот сегодня по телефонам пока тут рисовала и не включилась в компьютер. Куда Каташенька? Ангар Иркутской области. Ага, Байкал. Да, я буду сразу говорить Байкал. Смотрите, Байкал. Отлично, хорошо. Вы, как обычно, монументально взялись с лицом у меня, конечно. Я ее уже 150 раз переделывала, наверное. Да, хорошо. А вы хотите дать нормально хорошее духотворенное лицо? У вас нет этих цветов, конечно, там в помине. Да, Наталья? У нас сегодня еще град был. У вас град еще был. Хорошо, Наташенька, а скажите мне, вы, конечно, эту работу закончите. Там надо больше цветов. Она у меня тоже не закончена. Вот она у меня. покажу. Видите, она тоже не хватило сил, чтобы ее закончить, но начните, знаете, с чего? С того, что вы вот здесь внизу нарисуете много, много этих ландышей. Хорошо? Начните с этого. Не надо там сильно делать. Много надо нарисовать. И как будто как коверчик. тогда будет понятно, почему она там находится и что она делает. А если у вас есть тяга рисовать все-таки человека, давайте вы сделаете домашнее задание такое. Какую Наталья предлагает литическую анатонию? Надо череп нарисовать в трех поворотах. Череп. можем в интернете найти Бамеса. Бамес. Готфрид Бамес. Готфрид Бамес. Он есть в интернете, можно скачать всю книгу в электронном виде. Как? Еще раз. Готфрид Бамес. Двумя М. Готфрид Бамес. Пописать, в принципе. Если будет сложно найти, я вам ссылку скину. Смотрите, все, кто хочет рисовать человека, вы должны познакомиться с человеком изнутри. У человека прежде всего есть череп, есть костяк. Мы должны его, этот череп, нарисовать в трех поворотах. Фаз, три четверти и профиль. Хорошо? Рисунки. А три, да? Ставите перед собой рисуночек Бамеса, живого черепа у вас нет, я так понимаю, да? Лучше, конечно, живой. Если у кого-то есть живой череп, или у кого-то есть возможность заказать скелет, да, чтобы вам прислали из Америки. Такой, ну, это опять же, если кто-то сильно, серьезно хочет отнестись к пластической анатомии. Ну, ты можешь писать. Нас ждут портреты. Нас ждет следующая композиция портретная Одри Хепбард будет в Парижском кафе. Как мы без рисунка этого скелета будем действовать, если мы не знаем, какие кости здесь у нас, да? Делайте, Натали, три рисуночка. попробуй. Я делал такой урок, там, где делали мы по бамесу как раз и рисунок, а потом масляной краской делали портрет черепа. Ну, в этом все. Я видела. Можете этот взять, то, что Божева делал. Там у него есть еще и рука, рука тоже, ну, скелет руки, тоже надо знать. Какая идея. Те, кто хотят познакомиться с человеком. Просто так обычно никто не делает, как бы масляной, особенно в нашей технике, вдруг череп. Ну, было очень полезно. В нашей технике это можно. Наша техника цепляет акварельность, графику и живопись постольную. Представляете? Вообще, наша техника это гениально. Потому что она как бы тактичная. Когда вот по черепу идешь, там, по цвету не ставьте, вроде бы, как скульптор, как лепишь ему. Потом все это очень хорошо откладывается в память. В память художника. И потом вы уже когда портрет делаете живого человека, вы как бы вспоминаете. Да, я скинул вот ссылку в чат. Хорошо, Наталья, спасибо. Сейчас вот мы Ирине дадим слово. Ирина, вас... Спасибо. Ой, извините, пожалуйста, я вклинюсь в ваш разговор. Я только еще осваиваю эту программу Zoom. Я ваша соседка из Приднестровья, очень давно слежу за вашими работами, вы мне очень нравитесь. Я хочу посоветовать череп, как писать. Есть такая программа скетч, как-то там, если хотите, я ссылку кину. Там в трехмерном измерении есть разные и руки, и черепа, что хочешь. Можно крутить, вертеть, вот так. Это хорошая программа, да, вы напишите в чат, если вам несложно. Можно прямо открутить. Это такая программа, это такой сайт, туда заходишь, регистрируешься и рисуешь там референсы любые выбираешь. Отлично, спасибо за информацию. Вы что-то пишете свое, покажете? Ну, лучше не с, как вам сказать, не с гаджета. Лучше с... На ней пенем больше. С черепа, да? Да. Если, допустим, живой череп, это такое сочетание интересное. Да, допустим, если у кого-то найдете в мединституте или муляжный, знаете, муляжный художественных магазинов. Гипсовые следки есть в Черепово. Есть гипсовые следки. Но, если вы купите книгу «Пластическая анатомия», книгу, прошу вас, она у вас будет настольной, и вы всегда сможете посмотреть, да, где что соединяется, и даже назвать нижняя челюсть, мандибуля, там, височные кости. То есть, вы всегда сможете прочитать и зарисовать. А когда вот это крутится все, там, гаджет, так оно красиво, конечно, но, как вам сказать, рисовать не потрогом. лучше потрогать. Вот у нас в мастерской стоит живой череп, живой скелет. Паша, расскажи девочкам, может быть, кто-то закажет себе из Америки, присылают, по-моему, 100 долларов. А ну-ка, Паша, раздель. Ну да, не 100, а 300, и можно не только с Америки, на самом деле. В принципе, можно взять и слепить из скульптурного пластилина по этому видео себе свой череп, он пригодится всегда. Да, это полезно тоже, интерактив, это тоже полезно. Это еще лучше будет, если вы и нарисуете, и слепите. А вот когда рисуете, прямо на себе трогайте, где эти кости, какие костяшки вы рисуете. Но ваше желание рисовать человека, да, Ирочка, ну расскажите нам. Ну я закончила, в 50 лет поступила в колледж художественный и закончила его вот в прошлом году. Художница. Ну, я художница, да, я окончила колледж, но у меня, конечно же, не столько опыт, сколько у вас, я не такая художница. А что вашу работу? Работу, ой, ну... Покажите, покажите, мы с вами познакомимся. Зорвалось что-то. Да, видео пропало. Хорошо, Ирочка, спрашивайте вопрос ваш. Да, вопросов, в общем-то, нету, хотелось бы, конечно же, когда-нибудь поучаствовать, просто я слежу за вами, и поэтому я... Скажите нам, пожалуйста, ваши цели, в итоге, кем вы себя видите все-таки? В итоге, я хочу рисовать, мне это очень нравится, хочу преподавать, я немножко деткам преподаю. Ну, детки, пишу, пишу немножко о портретике, ну, я совсем недавно колледж окончила, поэтому мне учиться и учиться. Ну, это вот висит у меня, это мой там автопортрет, ну, в колледже надо, а это просто баловалась, цветочки сто раз переписывала, это я с детками, ну, вот у меня на столе, потому что я вечером буду заниматься, с детками учу их рисовать, вчера вот мы этим, ну, вот так вот как-то. У вас поле деятельности огромное. Ну, я пытаюсь осваивать, да, тем более скоро, может быть, сократят на пенсию, так что, пригодится. Давайте замыслим грандиозный проект, чтобы все-таки вы сделали свою выставку. Это было бы шикарно. Бывайте? Было бы шикарно. Надо. Смотрите, по тому, что я увидела, что надо подправить в ваших работах, больше конструкции, меньше внешней красоты. Вот, допустим, вот этот синий кукшин, да, надо знать, где он конструктивно переходит одна геометрическая форма в другую, да, потому что, ну, сразу видно, что это женская жилопись, а мы, женщины, сразу на красоту. А нам все-таки, из-за того, что с нами рядом практикующий архитектор, да, нам стыдно делать только внешнюю форму, мы должны знать все, что происходит в конструкции предмета. То есть, овалы обязательны, слом светотени по овалам обязательны, устойчивость задней поверхности горшка обязательна, вставление одной геометрической формы в другую обязательно. Иначе это будет, ну, как вам сказать, красивенькая просто внешняя работа, а нам надо на рельсы профессионализма тихонько переходить. Хорошо? Это вот такое пожелание, Ирина. И стремиться к персональной выставке, конечно. Я бы хотела поработать на вас, у вас там, рядышком с вами. Если не нужны мои услуги во время отпуска, зовите, я бесплатно поработаю, все, что надо, буду делать, хоть даже убирать у вас там. Рисовать. Особенно в Грибовку, вот когда мы будем летом в Грибовке, приезжайте, когда можете, и будете рисовать, так, и поймете, где ваша сила. Мы поговорим с вами хорошо, внимательно, да, и поймем, где ваша основная сила. Потому что вы с детками, вы молодец, вы зарабатываете, вы унижаете, да, но вам надо еще и себя внимательно просмотреть, кто вы, и куда вы идете, в каком направлении, потому что талант на лицо и профессионализм на лицо. Мне нравятся портреты, но так как сейчас время такое, когда заказывают портреты, хотят вот эту реалистичность, мне это не очень нравится, а то, что могу предложить не реалистично, люди не понимают. Не очень. Хотите зарабатывать деньги и живописи. Это само собой. От этого никто никогда не откажется. А что маленькие работки, красивые, натюрмортики, цветы не упускайте, новые расцветают, какие-то идут, обязательно делайте. Это на продаж. Ну вот я для себя рисовала вот знакомую девочку. Эту рамочку тоже я сама делала. Все. Вот я внука рисовала. Вот. Ой, здесь в клеенке, правда, ну так, это незаконченное. Ну, тренируемся. Слушайте, все понятно, что вы делаете. Еще раз. Встаем на рельсе профессионализма, перестаем рисовать людей с фотографией. Это самое главное. Рисуем только с натуры людей. Это обязательно. Это было бы шикарно, но не всегда есть натура. Вот. Иронька, и подступайтесь к нашим маленьким видеоурокам. Попробуйте сделать несколько маленьких, безоговорочно, красивых, профессиональных картин. И сдать их в художественный салон, там, где продаются картины. Но они должны быть профессиональны. Потому что, если будет провалы в профессионализме, вы за них копейки получите. И если вы будете стоять обеими ногами на правильности, к которой мы вас тянем, вы заработаете много. Дорого стоит, живо, дорого. 10 тысяч долларов стоит холст. О, 70 на 100, извините. 70 на 100 10 тысяч долларов стоит. Маленькие работы стоят 700-800 долларов. Что вам плохо? Но они должны быть безоговорочно правильные и хорошие. Понимаете? Пойдете по пути наименьшего мало заработаете. Да? Попытайтесь вглубь заглянуть от этого. Почта, почта, и нет. Поддерживать. Почта, поддерживать. Ирочка, вопросы есть еще? Все, спасибо. Вам спасибо большое. Ждем вас всегда в гости. Павел? Павел исчезает. Павел на месте. Смотрите, у нас уже подходит время. Мы будем заканчивать. Спасибо, Ирина. Я вам выключаю звук. Все, мы будем заканчивать. Спасибо Елене Владимиру сегодня, спасибо всем участникам. Мы это все обязательно в записи выложим потом на YouTube, чтобы можно было посмотреть повтор. Много ценных советов. Напоминаю, что у нас 50% действует скидка на все курсы и уроки, и видео уроки. Поэтому пользуйтесь этим моментом. До конца карантина не так долго осталось. Поэтому это такой большой подарок для всех. Сейчас очень много заказов, поэтому не отставайте, будьте с нами. Встречаемся, как обычно, в следующий четверг в 14.00. В двух словах скажу, что сейчас мы в Одессе делаем полную перестройку нашего арт-центра. Это для тех, кто у нас планирует вживую посещать. С нового сезона будет много всего интересного. И по поводу завершения карантина, у нас с 1 июня стартует Грибовка 2020, то есть это вот пленэр с 1 по 10 июня. Пока непонятно, что будет с перелетами и с приездом всех участников. Если это будет проблематично, мы немножко подвинемся, конечно. Но с июня все авиакомпании с июля все авиакомпании четко и стабильно запускают свои перелеты. Поэтому не волнуйтесь, мы примем всех, чуть-чуть может быть сдвинемся, но примем. Готовим наш домик на песке, нашу мастерскую. Поэтому планируйте не только в июне, кто ближе к нам находится и может приехать на машине, но и июль, август и сентябрь мы цепляем тоже. Поэтому планируйте в любом формате приезжайте к нам. Формат отдыха, формат обучения, формат просто тусовки и общения мы всем всегда будем рады. Все, спасибо всем, завершаю. Всем пока. Намасте. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok